Добрый вечер. Здесь такой интересный, уникальный случай. Я в данный момент, вот прямо сейчас являюсь живым наглядным пособием по теме своего пересказа, потому что страх публичных выступлений — это одна из самых распространенных фобий вообще. Так что у меня наблюдаются все признаки, колотится сердце, мокнут ладошки, и голос подрагивает, но я постараюсь применить поощркнутое из книги ментальную кунг-фу и все-таки преодолеть страх и рассказать, что смогу о страхе вам. Страх — штука, знакомая абсолютно всем, и при этом очень загадочная. Это очень парадоксальная вещь, потому что, с одной стороны, мы понимаем и догадываемся, что страх — это какая-то нужная штука, он не просто так, это какой-то механизм, он нас от чего-то оберегает, защищает, но при этом мы, конечно же, ненавидим страх в норме. Мы боимся страха, самого страха, и всячески с ним боремся постоянно. Это такой друг-враг. Вообще страх много загадок имеет в загашнике. Например, в книге был описан такой момент, когда это такая редкая, но случающаяся реакция на очень сильный страх, когда в этом случае человек, оказавшись буквально в зубах хищника на волосок от смерти, уже практически его хищник просто разрывал, человек выжил потом. Он вдруг внезапно почувствовал переход в состояние, похожее на эйфорию, такой как бы транс, и боль отступила, и он почувствовал какое-то единение с миром. Вообще, что это за фокус, что это такое? Что за странные штуки выкидывает страх? В книжке есть некоторые ответы. Мы все знаем, как проявляется страх. Вот я только что перечислила сердцебиение и прочие реакции, всякие неприятные сигналы от системы пищеварения, вот этот вот холодок. Мы буквально холодеем от страха, потому что кровь отливает, уходит. поверхность тела. Для чего это все делается? Ну, страх готовит нас к тому, что сейчас будет экшен, что сейчас нужно будет бороться, выживать. Возможно, кто-то слышал про знаменитую такую формулу, которая описывается самая первая, самая основная реакция на страх, на испуг. Это так называемая формула Бориса Лебеги. Fight or flight. В принципе, несложно догадаться, что страх мобилизует. И все, что происходит с нашим телом в этот момент, каким бы оно нам странным и неприятным ни казалось, это все не случайно, это все служит цели. Мобилизовать, собрать, напрячь мышцы для того, чтобы, возможно, даже выдать суперсилу. Страх способен на такое, это не байки. Ну, то есть это и байки тоже, но страх действительно заставляет нас применять вдруг, проявлять невиданную силу, которую мы не подозревали. Страхи бывают такие, которые сразу приходят на ум, чего мы боимся чаще всего. Мы боимся змей, пауков, летать в самолетах, незнакомцев, клоунов и так далее, темноты. Страхи бывают, конечно же, врожденные. Мы тоже об этом знаем, догадываемся. Например, мы все знаем, что мы вздрагиваем от резкого звука или все боимся упасть, кем бы мы ни были. Но страх… Есть такое выражение «бояться как огня». Казалось бы, страх перед огнем – это тоже что-то такое врожденное, инстинктивное. А нет. Это немножко другая категория, очень интересная. На самом деле большинство тех страхов, которые нам кажутся врожденными, таковыми не являются. Вернее, врожденный является предрасположенность к тому, чтобы выработать при определенных условиях этот страх. Если ребенка не научить бояться огня, он будет играть со спичками, и, в принципе, он не придет в голову его бояться. И в каких-то местах, возможно, не бояться, например, змеи, не бояться пауков. Но, тем не менее, тоже из вот этого набора, который мы подчисляем, да, змеи, пауки, что-то неприятное, не знаю, живые мертвецы и так далее, становится понятно, что страх не просто так, не случайно сформировался из опыта, из эволюционного опыта, да, когда-то наши предки боялись закономерно всего ядовитого, клыкастого, да, темноты, из которой могли напасть звери или другие люди. И понятно, что эти страхи идут оттуда. Вот эти вот страхи, которые могут развиться, а могут не развиться, но, скорее всего, разовьются, называются так называемые подготовленные страхи. Есть вещи, которые усиливают страх. Что это? И вещи, которые его ослабляют. Чаще всего мы боимся больше всего того, над чем мы не имеем контроля. Вот именно вот этой беспомощности мы боимся больше, чем самой этой вещи, которой мы думаем, что боимся. Мы, например, часто парадоксальным образом меньше боимся ситуаций, которые не так опасны, например, летать в самолетах. Мы знаем, что статистика такова, что это достаточно безопасное занятие, но мы боимся все равно. Почему? Потому что самолет начинает падать, мы абсолютно беспомощны, мы не можем делать ничего. Тем не менее, мы не боимся водить машину и быть за рулем, и быть в машине, несмотря на то, что это намного более опасное дело. Именно потому, что мы ведем машину, мы знакомы с ситуацией, и у нас все под контролем. И, например, по записям последних мгновений периодове катастрофы, полученных из черных ящиков, становится понятно, что экипаж до самой последней секунды не проявляют признаков паники. Они сосредоточены на задаче все-таки спасти самолет. И поэтому в этой ситуации, где у них все под контролем, несмотря на то, что происходит катастрофа, они не паникуют и не поддаются страху. Что усиливает страх еще? Это такое явление, которое называется синтетизация. Что это такое? Например, мы едем по той же трассе и вдруг видим, что проезжаем имя аварии. Если до этого мы ехали с большой скоростью, то после аварии мы, осознанно или неосознанно, сбавляем скорость и едем медленнее. И тут можем заметить, что не только мы, но и все водители ровно после того момента, когда они увидели эту аварию, едут медленнее. Ну вот страх обострился. Его противоположность сенситивизации, то есть обострению чувствительности к страху, является привыканием. Например, когда должны были начаться бомбардировки Великобритании, Вторую мировую, предрекали, что будет массовая паника и что люди не смогут выдержать ужасов бомбежки. Но, к удивлению тех, кто это предрекал, оказалось, что люди через некоторое время смогли продолжать ходить на работу, заниматься какими-то делами, даже шутить по поводу бомбежек и бомбоубежищ. При этом те, кто жили в Лондоне, намного меньше боялись бомбежек по исследованиям, каким-то исследованиям, которые кто-то провел, видимо, потом, чем жители пригородов или провинции деревенских, сельских жителей, которых бомбили редко. Вот такие вот у страха свойства. Как он устроен и как он работает? Страх состоит из трех частей, из трех систем, которые работают одновременно. Если кто видел анонс, видео-анонс пересказа, то они работают одновременно, но на разных скоростях. Это интересно. Значит, самая первая система — это самая древняя, самая примитивная, доставшаяся нам в наследство еще от рептилий. Система лимбическая, потому что она располагается в так называемой лимбической системе мозга. Она не поддается нашему осознанию, она работает постоянно. Это такая сигнализация, причем такая гиперчувствительная сигнализация, которая работает очень грубо и фильтрует всю поступающую к ней информацию, а она тесно взаимодействует с корой. И как только информация только-только поступила еще от органов чувств и немножечко собралась корой в какую-то картинку, пусть грубой, она тут же немедленно посылается в лимбическую систему, к этой сигнализации, несмотря что она еще сырая, потому что для лимбической системы крайне важно засечь потенциальную опасность на как можно более раннем этапе. Она постоянно фильтрует и очень грубая. Ахтунг, не ахтунг, ахтунг, не ахтунг. И она обращается еще к памяти, потому что ей нужно с чем-то сверять, что опасно, а что не опасно. И вот если вдруг что-то показалось, на что-то наступили, какой-то вытянутый, извивающийся предмет, тут же, еще не разобравшись, за много долей секунд это много для систем страха. За много долей секунд до того, как вы это осознаете, лимбическая система примитивная, завопит, ахтунг, полундра, и тут же включит специальный режим, который будет включать скачок сердцебиения, давления, вот эти вот все вещи, всю эту подготовку к тому, чтобы срочно действовать, и даже заставит вас отскочить, например, или отдернуть руку от огня и так далее, до того, как вы успеете сообразить, что произошло. Потом дальше в лимбическую систему будет посылаться уточненная картинка. Это дело тысячных долей секунды, потому что картинка идет непрерывно, и, возможно, лимбическая система уточнит что-то, что как бы, а нет, это не была, значит, полундра, и, может быть, даже вообще отменит весь этот сигнал тревоги. И был забавный эксперимент, описан в книге. Так, не выбивай, если я из графика. Забавный эксперимент, когда в режиме что-то вроде 25-го кадра демонстрировали страшные картинки, значит, испытуемым настолько быстро, что они не успевали понять это, а лимбическая система успевала засечь. И они сидели, им казалось, что ничего не происходит, что перед ними мелькает, ну, не знаю, белый экран просто. А в это время приборы фиксировали скачки, скачки, скачки. Эта лимбическая система реагировала, что ах, тунг, а потом тут же через тысячные доли секунды отменяла это дело. Такая интересная штука. Следующий более молодой, более современный этап вот этого фильтра и более молодая система это рациональная система, так называемая. Это уже когда вы осознали, вы еще не очень сильно успели обдумать это, но вы уже поняли, что это змея, да, или пестрые ленты, или вы уже поняли, что вы отдернули руку от огня, и вашему мозгу даже светилась, значит, огонь, там, змея, опасность и так далее. И она располагается вот здесь вот. У меня нет картинки мозга, поэтому показываю на себе. Вот здесь, в префронтальной коре, там, где мы уже вполне современно думаем. И она включается через долю секунды после того, как сработала олимпическая система. То есть все это занимает меньше секунды, и первая, и вторая системы. И тут уже более сложные реакции. Уже запущена вот эта вот борись или беги, сражаясь или беги, вот эта вот fight-off-flight реакция. Но на этом этапе операциональная система может его уже корректировать и, например, вместо борись предложить «блефуй» или вместо «беги» предложить «торгуйся». То есть уже какие-то коррективы и нюансы вносятся. Это не такая грубая реакция. Но на самом деле самый мощный, самый прекрасный, самый действенный аппарат, который нарос сверху на все эти наследства от рептилий и прочие древние органы, это, конечно же, наше сознание, которое располагается вообще во всей корре головного мозга. Это уже намного более тонкий инструмент анализа. Там уже никакие не секунды. Мы осознаем, что произошло, вот этот опыт страха, анализируем его. Значит, мы можем вызывать из памяти, можем сравнивать, можем проигрывать сценарии про страх и про опасные ситуации и так далее. Можем просчитывать, где страх может поджидать нас, хотя его еще нет непосредственно здесь. Все это мы делаем корой, все это мы делаем в сознании сознательно. И как работает страх? В принципе, это постоянная борьба, потому что примитивная система конкурирует с рациональной системой. Первая ступень, со второй. Они конкурируют за то, потому что они часто дают противоречивые результаты. Примитивная система работает очень примитивно. Ей плевать, что бывают ядовитые змеи, а бывают не ядовитые. У нее змеи — это плохо. Все змеи — это опасно. Любая темнота — это страшно. Все рыжие женщины — ведьмы и так далее. Ей все остальное не интересует. Рациональная система уже как-то потоньше во всем этом разбирается. Но примитивная система — очень мощная вещь. Она не просто так все это время с нами со времен динозавров. В ней работают импульсы, самые базовые — страх, насилие, половой инстинкт. Вот это все. Поэтому она имеет еще какие права покачать. И задача сознания во всей этой катавассии — это постоянно стараться держать под контролем примитивную систему, да и рациональную тоже. Выбирать, какую из них послушать — это тоже мы делаем. Не давать одной взять слишком много власти и завладеть вообще всем примитивной системой. Тогда мы подадим себе панике. И, в общем, они постоянно нуждаются друг в друге, управляют друг другом и соревнуются друг с другом эти системы. Такие дела. Дальше про страх и память. Что происходит, собственно, когда мы вот в страхе? Как это работает? Есть всякие интересные примочки. Например, есть такая штука — норадреналин. Кузен адреналина. Это нейротрансмиттер. То есть он осуществляет передачу импульсов между синапсами, если нервными клетками, если грубо говорить. Норадреналин умеет крутую штуку. Он умеет фокусировать вас и превращать вас в супернео из матрицы. Когда вы в страхе, когда реально очень страшная ситуация, экстремальная, может быть, кто-то замечал, может быть, кто-то еще с таким не сталкивался, но, как правило, в этот момент у вас очень сильно обостряется восприятие. Вы замечаете самые маленькие детали. Время как будто замедляется. Вы просто неуворачивающийся от пуль. И мало того, те воспоминания, которые останутся об этом, та память, которую вы сформируете об этом событии, эти воспоминания будут очень качественными, очень свежими, очень яркими и будут храниться очень долго. Норадреналин делает такую штуку. У него есть рецептор. Это то, что принимает на окончании нервных синапсов вот эти все нейротрансмиттеры, принимает сигнал. И есть такая штука, что если в миндалевидном теле, а это часть лимбической системы, очень важный орган, мы про него еще потом поговорим, это то самое сердце вот этой сигнализации, которая чуть что орет. Если в миндалевидном теле это научились делать, отключить вот эти вот рецепторы, так что нейротрансмиттер, норадреналин или какой-либо другой не сможет выполнить свою работу, то воспоминания об этом страшном моменте не сформируются. Они просто не получатся. И от страха это не спасает, но это очень круто, потому что фактически эта таблетка не от страха, но от таких очень нехороших вещей, как посттравматический синдром, например. Если отключить эти нейрорецепторы, то вы не будете страдать потом от последствий этого страха. И еще хотела сказать, если есть время, что вот это вот миндалевидное тело, которое часть лимбической системы и которая сигнализация, оно в мозгу расположено очень рядом с обонятельной луковицей. А обоняние и вкус это одно и то же, и они очень тесно общаются, эти два органа, поэтому у страха есть вкус, у страха есть запах. Мы очень четко запоминаем вкусы и запахи, связанные со стрессовыми, страшными ситуациями. Очень связаны страх и агрессия. Вот тут мы опять возвращаемся к миндалевидному телу. Почему? Выяснилось, что если стимулировать электродами миндалевидное тело в крысах, то... Пардон, это даже не в крысах, это на людях проверяли. Извиняюсь. Возникают, но это не опасно, по крайней мере, если под руку не попадаться, испытуемым, потому что вызываются таким образом очень сильные, очень яркие, испытуемые даже говорят, что ярче, чем реальная жизнь, галлюцинации. И обязательно всегда страх. И обязательно всегда агрессия. Они неразрывно связаны в этом миндалевидном теле. Страх — это штука, которая очень легко перетекает в агрессию и обратно. Почему? Да, собственно, потому что вот эта вот реакция «Борись» или «Беги», вот эти вот две базовые стратегии, как спастись, они на самом деле являются скорее борьбой агрессией или бегством паникой. То есть борьба, когда нужно срочно защищаться от надвигающейся опасности, это подразумевает агрессию, поэтому совершенно неудивительно, что страх в нас может туда-сюда превращаться в агрессию, из агрессии страха обратно. Это может быть не так очевидно сразу, но вообще это очень родственная вещь. И у них есть интересная лакмусовая бумажка, есть безошибочные маркеры того, во что сейчас превратился ваш страх. Пошел ли он в сторону паники и замереть, или он пошел в сторону бороться, нападать, защищаться и агрессии. Случай помог открыть это. У одного товарища была такая язвая желудка, что образовалось отверстие, и врачи в какой-то момент заметили, они могли видеть стенку желудка сквозь это отверстие. И кто-то из них заметил, что если этот человек испытывает страх, у него мгновенно и очень четко бледнеет стенка желудка, становится просто белой. А если он испытывает гнев, сердце, что-то в этом роде, то у него очень сильно краснеют стенки желудка. Это соответствует на самом деле тому, как мы краснеем или бледнеем. Если мы в ярости, мы краснеем. Если нам страшно, мы бледнеем. Это разные две реакции, которые помогают нам при той и при другой стратегии эффективнее выжить. Но просто на стенке желудка оказалось, что это видно лучше. Что я хочу сказать про людей, которые ищут страх, и про потенциал страха как наркотика. Он очень большой. На самом деле, страх и удовольствие связаны не меньше, чем страх и агрессия. Как это получается? На самом деле, очень многое из того, что воспринимается нами как удовольствие, является просто освобождением, облегчением после того, как мы избавились от страха или преодолели его, или угроза каким-то образом исчезла. И мы недооцениваем, насколько на самом деле большая часть всего того, что мы считаем счастьем, приятными эмоциями, удовольствием и так далее, является на самом деле вот этим облегчением, вот этой разрядкой. Привет дедушке Фрейду, да? Что такое страх? Это напряжение, мобилизация, готовность срочно выживать, действовать, принимать решения, умирать и так далее. После такого действительно очень приятно расслабиться. В нашем организме существует две системы нервные. Это как бы две стороны нервной системы. Симпатическая нервная система и парасимпатическая. Первая заставляет нас напрягаться, посылает все эти команды от сигнализации организма, чтобы он напрягся, покраснел, бешеное сердце заколотилось и так далее. А парасимпатическая делает наоборот. Это не то, что мы в состоянии страха и возбуждения, и организм позволяет нам в нем оставаться. Нет, организм постоянно пытается найти баланс. То есть он, конечно же, принимает во внимание, избавились мы от угрозы или нет, но вообще он постоянно старается это сбалансировать. Эти две системы постоянно тоже конкурируют и как будто перетаскивают канат. И можно себе представить, что происходит, если этот канат таскать туда слишком часто и дергать слишком сильно. Если мы постоянно испытываем страх, мы постоянно пытаемся из этого страха выбраться, и организм изнашивается. Можно просто умереть от страха, можно просто так дернуть этот канат в сторону симпатической нервной системы, что сердце-то и не выдержит или чего еще не выдержит. Страдает не только тело, страдает и наш ум, потому что, например, вот этот волшебный прекрасный норадреналин, который превращает нас в супергероев, который в замедленной съемке все засекает и подмечает, этот полезный фокус, если очень часто ему подвергаться, начинает приносить вред. А если его слишком много, например, у вас ударная доза норадреналина ударила в голову, то у вас так сфокусируется ваше внимание, так сфокусируется туннельно, что вы не сможете, вы окажетесь неспособны вообще делать ничего. И что еще хочу сказать? Страх имеет… Да, я заговорила о том, что мы можем привыкнуть к страху, что мы можем искать страха для того, чтобы получить избавление от него, для того, чтобы испытать это удовольствие. И все, кто занимается экстремальными видами спорта, когда шутят про них о том, что они сидят на адреналине или сидят на этих ощущениях, это не шутки, потому что это действительно так, мы действительно зависим к этому удовольствию, к этим внутренним эндорфинам, которые парасимпатическая система выбрасывает в нас для того, чтобы мы справились с этим стрессом. Это очень приятная штука, но к ней тоже вырабатывается толерантность, она перестает действовать, вот этого доза, и нам требуется больше и больше, и поэтому это, конечно, большой потенциал опасности в себе несет. Что я хочу сказать про то, как страх может быть опасен? Он, конечно же, предохраняет нас от негативного опыта, от боли, от физической, от психологической. И почему страх так калечит нас? Почему страх перед болью вызывает у нас столько проблем? Ведь из него проистекает депрессия, излишняя тревожность. Ведь он душит нас этот страх и не дает нам жить нормально. От чего он нас так рьяно защищает, что душит? Все думают, что страшнее всего боль физическая, пытки и так далее. Но я хочу вам такой эксперимент, описанный в этой книжке, предложить провести над собой прямо сейчас. Вспомните свою самую сильную боль. Вот прямо сейчас вызовите ее в памяти. Самую интенсивную, сильную боль, а теперь самое сильное унижение, которое вы когда-либо испытывали в своей жизни. Старайтесь вспомнить. И вот разве что вы представляете собой какую-то редкую аномалию, намного ярче окажется воспоминание об унижении. А боль вы, скорее всего, вообще вспомните с трудом. Ну, вы будете помнить о ней как о факте, но вот так вот вызвать ее и как бы почувствовать, снова пережить, и у вас получится с большим трудом. Потому что у нас есть механизм, который заставляет нас забывать физическую боль. А вот с психологическими страданиями так не получается. Отсюда депрессия, отсюда фобии, отсюда посттравматический синдром и огромное количество другого неприятного багажа. И хочется спросить, собственно, как так получилось, что мы такие развитые, прекрасные существа, почему мы так много боимся, почему не боится кот-бублик и собачка-каштанка так много, так часто, так интенсивно, так проблематично, и почему у них не бывает депрессии и прочих расстройств. Это плата за разум. Это плата за то, что мы так анализируем, так предвидим, так просчитываем свое будущее, мы так постигаем мир во всем его многообразии, что невольно вместе с этим всем мы получаем и все те вещи, о которых мы можем бояться. Мы можем бояться марсиан. Собака-каштанка не знает, что существует марсиане. Мы можем бояться абсолютно всего. И в заключении хочу сказать, что вот это вот проклятие, которые, да, многие знания, многие страхи, оно же является и ключом к тому, чтобы бороться со страхом. Единственным и самым действенным способом победить страх является мыслить как можно больше, читать книги о страхе, слушать лекции о страхе, анализировать свой страх, анализировать свой опыт и ни в коем случае не поддаваться истеричным призывам лимбической системы. Пусть будет, пусть охраняет, но держать ее в узде с помощью вот этого всего. Большое вам спасибо. Жду ваших вопросов. Давайте поактивнее. Потрясающая лекция, читаю. Спасибо вам. Скажи, Дарья, на какой стадии ты преодолела свой страх выступления? На той стадии, когда ожидание немножко затянулось и сначала на 5 минут отложили начало, потом еще на 5 минут. Эта скука, ну такая зарождающаяся, помогла побороть страх оказаться. Сейчас будут вопросы. Я хочу сказать всем то, что думайте хорошенько, потому что за самые лучшие из них мы будем дарить вам маленькие призы. И если есть вопросы, поднимайте свои руки. Здравствуйте, Дарья. У меня следующий вопрос к вам. Один французский ученый в 19 веке провел исследование лоботомии. И он пришел к тому, что лобная часть мозга отвечает за страх. Соответственно, удаление этой лобной части влечет за собой как бы лишение страха. И вопрос вам. Вы просто много говорите про страх, потому что не нужно это лишнее как бы качество, но это качество лишает, то есть оно полное безрассудство. То есть наступает, вы ничего не боитесь. А страх все равно это как бы привидение будущего, это ваша интуиция, которая может вас от чего-то защитить. Как-никак. И вопрос мой влечит следующим образом. Вы бы предложили быть со страхом или без страшной? Спасибо. Да, прекрасный вопрос. Спасибо большое. Лоботомию в любом случае я вряд ли бы выбрала. Конечно, проводились эксперименты с удалением, например, медлевидного тела и других составных частей лимбической системы. И вот лоботомия с удалением лобных долей, в которых третья самая развитая система, сознательная система страха живет, тоже имеет эффект. То есть каждый раз удаляя одну из систем, мы удаляем одну из систем. Для того чтобы искоренить страх из нас абсолютно, придется практически весь мозг-то и удалить. Но что касается того, чтобы жить без страха, быть без страха и быть бесстрашным, я бы предпочла, конечно, ничего не удалять физически, но ведь это нужно, ведь эти системы не просто так взаимодополняют друг друга, они все нужны. Я бы предпочла развивать вот эти самые доли лобные, вместо того чтобы их удалять, для того чтобы овладеть максимально механизмами контроля над необходимым страхом. И все-таки сохранить его, конечно. А что касается бесстрашия, прошу прощения, я сейчас быстро закончу. Что касается бесстрашия, я забыла вам сказать, есть хорошие новости по результатам исследований. Бесстрашие все-таки победило в эволюционной гонке в естественном отборе. 15% людей склонны к тому, чтобы испытывать больше страха, чем нужно, чем в норме. Но людей, которые склонны к тому, чтобы испытывать меньше страха, чем нужно, они не лишены его совершенно, но они просто менее пугливы, скажем так. Их 30%. Поэтому быть бесстрашным можно со всеми частями мозга на месте. Можно и готовить? Конечно. Очень хотелось бы услышать. Вот если говорить про исследования, о котором упомянул молодой человек, то по правде страх – это очень позитивное чувство, потому что именно оно отвечает за наше умение прогнозировать, планировать. То есть, например, вот эти вот как раз-таки подопечные, у которых удалили как раз-таки чувство страха, они перестали жить, скажем, в будущем. Они жили только в сегодняшнем дне. Они не могли планировать, не могли воображать. То есть вместе со страхом отключилась и способность воображения, потому что все это очень взаимосвязано. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня к вам такой вопрос. Поближе немного. Что, на ваш взгляд, отличает разумный, например, страх смерти от инстинкта самосохранения? Инстинкт самосохранения и разумный страх смерти? Именно разумное проявление вот этого инстинкта, что я не шагну вниз, потому что там высоко. И вот именно такое примитивное сознание. Что, на ваш взгляд, отличает или что? Все разумное не называлось бы разумным, если бы в нем не участвовал разум. То есть вот этот вот страх шагнуть со скалы, который у младенца существует, страх упасть естественный и инстинктивно очень глубокий, это одна вещь. А похожий на него по результату, но разумный, осознанный выбор не шагать со скалы, и страх шагнуть со скалы, и предвидение того, что с тобой случится, если ты шагнешь с этой скалы и так далее, и вот нежелание делать этого, потому что ты проанализировал это разумом, это хоть и выглядит так же, и там, и там, ты не шагаешь со скалы, но является разными вещами. Разумное отличает от врожденного, инстинктивного и неосознанного именно то, что оно разумный компонент, мыслительный в нем. Будьте добры. Да, пожалуйста. А, вы прошу прощения. Скажите, просто не очень понял про момент, у вас там были какие-то аббревиатуры из четырех букв, N что-то, что-то, что чудесно стирает память. О, да. О, да. Это была аббревиатура, которая называется тот самый нейротрансмиттер, а нейрорецептор, который, если его блокировать, да, перестает принимать нейротрансмиттеры с их сигналом, и таким образом прерывается этот механизм, который откладывает в нашей памяти воспоминания. Сейчас я вернусь. А кто и как его блокирует? Что, что, прошу? Кто и как его в нормальных условиях может блокировать? В нормальных условиях? Это был лабораторный эксперимент. Поэтому я и сказала, что это похоже на таблетку от страха, ну, вернее, от последствий, да, от воспоминаний о страхе. Просто силой мысли себе блокировать нейрорецепторы, боюсь, пока еще невозможно. Но можно стараться. То есть мы говорим о том, что можно что-то химическое сделать, в результате чего человек, пережив встречу с динозавром, забудет про нее и на следующее утро встанет как ни в чем. Он не забудет о встрече, но его не будет, он забудет ощущение страха. Он точно так же не сможет его вызвать в памяти, как нам сложно вызвать в памяти вот само непосредственно ощущение боли из прошлого. Понятно, спасибо. Давайте теперь последний вопрос. Спасибо. Я хотела спросить, говорилось ли в этой книге что-нибудь про другие виды страха? Ну, например, тревога. Вот просто. Согласно Тилиху, страх, по крайней мере, мы можем как-либо с ним справиться, потому что страх всегда объектен. Если какой-то объект, можно от него избавиться, убить динозавра или не пользоваться самолетом. Тем самым мы избавимся от страха. А что делать с тревогой, вот этой самой иррациональной тревожностью, которую мы испытываем, глядя в черное небо или задумываясь о смысле жизни? Спасибо. Шикарный вопрос. Спасибо большое, Илья. Конечно, в книге говорилось про тревогу. Я очень много не успела вместить в свой пересказ. В том-то и дело, что это некоторая иллюзия. Мы, вернее, подменяем много понятий и путаем ситуацию, когда мы избавились от источника угрозы и ситуацию, когда мы избавились или совладали со страхом как таковым, как с механизмом. Мы можем поубивать всех динозавров в этом мире, но мы не избавимся от тревоги ни по поводу динозавров, ни по поводу всех остальных многочисленных, многообразных страхов, которые существуют. Есть способы бороться с тревогой, есть способы преодолевать ее, есть способы работать с ней, основанные на том, что мы понимаем, как ее истоки. Про истоки тревоги не успел рассказать, но очень важно действительно не путать это. И понимать, что если ты, в общем, боишься всех рыжих женщин, то не надо ходить убивать рыжих женщин, потому что проблема не в них. И не так мы избавляемся от проблемы страха. Спасибо, Дарья. Спасибо. Сейчас можно я аббревиатуру верну? Вот она, NMDA. О, рецептор. О, рецептор.